Всем доброе утро! Сегодня я решила показать начинающее цветение фембриаты. Растение у меня уже очень-очень много лет. Я ее уже не раз делила. И буквально вот в конце зимы был кусок отрезан, потому что уже вылезал из горшочка. Я уже говорила по определенным причинам, что большие тазики выращивать нет возможности. Да и ни к чему, наверное. Вот здесь вот еще цветоносик идет, видите? Вот тут вот. Молодой ростик здесь должен где-то у меня, сейчас найду его. Вот он молодой ростик уже с листочками. Вот здесь вот еще один бутончик лезет, цветоносик. Цветение у фембриатки револьверное. Абсолютно изумительная губежка. Мохнатенькая такая. Где-то тут еще сейчас найду был ростик. Ну, то есть, как бы, у нее сейчас фаза активного роста. Зимой она у меня находилась на подоконничке, где абсолютно прохладненько. Не выше 20 днем. Это даже, ну, редко бывает. Обычно где-то 16-18 днем и градусов 10 даже ночью может опускаться, смотря сколько, как говорится, за бортом. Вот. Видела я эту целогинку, растущую на подушке в оранжерее. Ну, естественно, эта подушка была где-то сантиметров 40 на 40. Вся усыпана вот такими вот замечательными абсолютно цветочками. Яркие, желтенькие. Губа контрастная, мохнатая. Вот. И было, конечно, очень шикарно, красиво. Но в наших условиях выращивать вот так на подушке, это только тому, у кого есть орхидариум или что-то такое закрытое. Какие-то шкафчики. Ну, кто увлекается именно вот такими вот блочниками. Вот. Ну, а так, в принципе, в коллекции она занимает у меня достойное место. Я ее очень люблю. Это старушка, я считаю, потому что ей уже, наверное, около 10 лет. И видите, за 10 лет, как, говорит, я ей не даю разрастаться. Людой Whenever мы не избавили советую свою. Помимо заher. А сейчас я снимал мазь.